МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кирилл, привет! Привет, Юля! Ты помогаешь Деду Морозу в эти предпраздничные дни поздравлять ребятишек? Все совершенно верно. Мы сегодня снимем то, как ты готовишься к походу в семью, как ты красишься, одеваешься. Мы пообщаемся о том, какие костюмы бывают, и о других твоих личных аспектах деятельности. Кирилл пришел сегодня к нам не один, а с прекрасной Ариной. Она помощница прекрасной нашей зимней королевы Снегурочки. Арина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, может быть, начнем подготовку к походу к семью? Давайте начнем. С чего все начинается? Все начинается с приобретения костюма, потому что надо соответствовать главному Деду Морозу, чтобы детишки верили, чтобы детишкам нравилось то, что мы делаем. Да, ну и у Деда Мороза действительно богатые, шикарные костюмы, наверняка с натуральным мехом, хоть это сейчас не модно. Вот. А у тебя какой костюм? Начнем с перчаток, да? Все досконально. Да, ну, украшенные. Да, украшенные камушками. Костюм делался в профессиональной театральной мастерской, то есть это не какой-то такой... Рыночный вариант. Да, не рыночный вариант, поэтому... И эксклюзивный, главное. Такого больше нигде нет. У тебя, судя по перчаткам красного цвета, да, мы сейчас увидим костюм? Но ведь, да, они разные бывают? Есть синий костюм бывает очень. Кстати, у кремлевского Деда Мороза белый костюм. Еще говорят, есть зеленый, есть желтый. А насколько это правильно? Вот я, когда готовилась в программе, узнала, что они голубые, как ты сказал, синие, правильно, зеленые и белые. А вот это новизна какая-то про зеленые, желтые костюмы? Это уже... Дед Мороз это одобряет? Не знаю, но мода со временем-то меняется. И, видимо, Деду Морозу тоже надо периодически что-то менять. Ну, лично для меня Дед Мороз всегда в красном был. Я помню, да, с детства, когда в садике или в школе Дед Мороз всегда был в красном костюме. И вот когда стоял, кстати, выбор, когда приобретали красный или синий, все-таки мы склонились к красному. Кирилл, ты сказал слово «мода». Действительно, а есть мода на костюмы? Меняется ли она из года в год? Ну, конечно же, придумывают что-то новое, какой-то орнамент, какие-то узоры. Но есть классика, как Шекспир. Это всегда будет актуально, это всегда будет смотрибельно и презентабельно. Это не настоящий мех. Это головной убор. Ну, наверное, помощники все-таки они не настоящие Деды Морозы тоже, поэтому и мех используют тоже искусственный. Следишь, хранишь. Кстати, знаете, была большая проблема сдать химчистку, потому что вообще в химчистку сдавать костюмы тяжело. Почему? Потому что ткань, во-первых, красится, сочетание красного и белого, и не каждый готов был за это взяться, но мы нашли. То есть это, в принципе, возможно? Да, это возможно. Вот такой вот костюм у нашего героя. Потому что камни расшиты, такой прелестный. Слушай, но он прям такой русский рус. Да, 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 вот именно придерживались классики. Просто нравится. Фасон, да, понравился. Камушки вот тоже. Не, ну красивый костюм. Арина, присоединитесь к нам. Свой костюм покажите. Конечно, с удовольствием. Мой костюм очень похож. Он тоже в русском стиле? Конечно, мы подбирали так, чтобы они не повторяли, по крайней мере, рисунок. Ну вот вы можете видеть, что это одинаковый рисунок. У меня, конечно, без камушков. Ну мы к этому стремимся. Слушайте, ну это дорогая история вообще? Соответствовать настоящему Деду Морозу. Честно? Да, честно. Очень дорогая история. Ну сколько стоит вот этот и этот костюм? Мой костюм стоит порядка 120 тысяч. Это серьезно? Да. Потому что... 120 тысяч костюмов? Да, потому что здесь камни... Я вначале думал, когда, ну, стоял выбор в театральной мастерской, брать их, не брать. Но все-таки, блин, дорогие камни. Ну, стекляшки всего лишь на все. Слушай, ну 120 тысяч – это внушительные деньги, конечно. Внушительные деньги. Но когда вот мне положили передо мной камушки, сваровские, не сваровские, но однозначно, да, они блестят. Да, даже вот если какие-то маленькие. Здесь, конечно, не все сваровские, здесь и обычные камни. Но на таких ключевых местах вот эти вот блестящие, классненькие, недешевые камушки. Я боюсь представить, сколько стоит костюм настоящего нашего Дедушки Мороза. Он бесценен. Вот, да. А знаешь, почему он бесценен? Потому что он тоже волшебный, такой же, как и сам Дедушка Мороз. А Снегурочки такой же дорогостоящий? Снегурочки костюм чуть-чуть подешевле. Стоил он порядка 50 тысяч. Ну, на камнях сэкономили. Ну, не то, что на камнях. У Деда Мороза все-таки шуба, а вот Снегурки... Сарафан, Снегурки, да? Сарафан, да. Ну, проблема была подобрать именно тандемный костюм. Потому что если на сайтах всяких там театральных мастерских смотришь, там же есть примеры их работ, совершенно разница. Вот когда приезжаешь уже на саму примерку, смотришь, и небо, и земля. То, что на картинке, и то, что вот я могу потрогать, пощупать. Ну, вот костюмы. Их вы надеваете после чего? После того, как, наверное, нанесете грим. Да. Ну, давайте наносить грим. Приступаем к процессу нанесения макияжа. Ну, здесь я, Юля, немного тебе поправлю. Не макияжа, а грима театрального. Потому что макияж все-таки наносите вы и девушке. А дедушка наносит не макияж, а грим. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Я вижу обширную палитру цвета, явно которые при макияже девушки не используют. Что это? Это театральный профессиональный грим, который на масляной основе. То есть, его удобно наносить. Но любое движение руки, а иногда забываешься, то, что у тебя либо брови намазаны, и ты как хоп, и видишь такие белые разводы. То есть, он никак не застывает, и его можно спокойно стелить. Да, ну то есть, он смывается тоже хорошо. Да, да, влажные салфетки спокойно как бы с ним справиться. Слушай, ну, костюм достаточно плотный, но и такая подвижная работа. Ведь наверняка можно и вспотеть, а как вот это все льется. А по-любому-то вспотеть. Тем более. Да, это некоторые тоже шутят насчет того, что дедушка Мороз тает, и Дедушка Мороз и Снегурочка очень мытаем. Тем более в такую зиму. Да, и так влажно. Вот. Ну, мы это расценим как бесплатно такой фитнес. Я понимаю, но как она не течет, эта косметика? Нет, косметика нет. Нормально все. А Снегурочка что использует? Ну, у меня такие девчачьи штуки. Стандартные. Да, мне достаточно немного блеска на щечки, да, немножко их подрумянить, нанести голубые тени, и в принципе я готова к выходу. Ну, вот мое детство, это не немного голубых теней, а такие обширные голубые тени у Снегурочек. Кирилл, не надо так на меня смотреть, поверь мне, такое было. Было, было, и многие вспомнят. Не было Ямасо, ты имеешь в виду. Уже это не модно? Моди все-таки немного натуральные, да, такие цвета, оттенки. Мы, конечно, гримируемся, и Кирилл гримируется, и я гримируюсь, но не так, чтобы это было прям очень театрально, потому что мы выступаем все-таки не на сцене, нас видят дети вблизи, фотографируемся мы тоже вблизи, и выглядеть уах, как красиво, наверное, не стоит. Ну, мы опять убеждаемся, что и в этой деятельности помощника Деда Мороза, Снегурочки, существует мода, да, все-таки. Ну, вот, кстати, если брать именно грим на сцене, когда ты играешь, то на сцене вот какие-то определенные черты лица, они должны темнее прорисовываться, то есть что-то больше, потому что все-таки на тебя зритель смотрит издалека, и, ну, естественно, все должно быть преувеличено, то есть там, конечно, помощнее все, побольше. Ну, мы сегодня проследуем за нашими героями в квартиру, где они будут тесно общаться с детьми, поэтому такой вот спокойный грим и макияж используем. Давайте, покажите. Да, начинайте. Самое основное, что мне надо покрасить, это нос, щеки немного и брови. Почему так важны брови для Дедушки Мороза? Ну, борода белая, а брови белые, а брови черные. Кирилл, ну, пока ты наносишь грим, расскажи мне, когда и почему ты решил стать помощником Деда Мороза? Ну, в детстве всегда это все было так загадочно и интересно. А когда появляется возможность еще и помочь самому главному волшебнику, то вдвойне классно. И вообще классно дарит детям радость, когда вот эти вот искренние глаза, радостные, они в тебя верят, они верят, что ты настоящий, что вот ты волшебник, ты можешь делать все. И это очень многого стоит. Ну, а когда, наверное, еще со школы. В школе же все старшеклассники ставят спектакли для младшего звена. И оттуда все. Все оттуда. Все из детства. Все из детства. И с семьи. Да, и с семьи. Когда начинается сезон такой самый горячий для Деда Мороза и Снегурочки? Ну, самый-самый горячий сезон, это, разумеется, предновогодние дни. Ну, за сколько? За неделю, за две. В этом году, с 15-го числа началось. Никогда такого не было. Почему? Как ты думаешь, с чем это связано? Не знаю, народ, наверное, потерял надежду на снег и решили. Ну, ладно. Хоть как-то создавать настроение, да? Хоть как-то создавать новогоднее настроение, да. Сколько в день бывает выездов к ребятам? Ну, по-разному. Бывает 10, бывает 5, бывает 2, бывает 1. 10 выездов за один день? Да, бывает. Как у вас можно успеть? Ну, у нас есть разные программы. Ведь у вас нет волшебной тройки лошадей, которые есть у... Вы же волшебные помощники Деда Мороза. Конечно, ну, а как хорошо, ты даже раскрой секрет. Секрет? Абонемент на троллейбус секрет? Нет. Бесплатный? Нет. Я не знаю, какой секрет. Олени? Олени много на дороге. И они не помогают, они мешают, да. Они мешают. Не знаю, как-то все удается. Ну, просто волшебная сила. Бывают ситуации, да, бывают ситуации, когда опаздываем, ну, позвонили и предупредили, и как бы народ нормально реагирует. А в видном, да, все знают. Очень можно быстро добраться с одного конца города в другой. Ну, а как вообще-то? Вот вы не устаете 10 выездов? Устаем. Устаем, и самое такое основное, это ты же выдаешь эмоцию. Да, конечно. Ты выдаешь энергию, ты ее отдаешь. Конечно же, ты получаешь от детей, но ее не так много, как хотелось бы. И самое, конечно... Больше тратишь. Да, самое, что сложное у нас, это то, что нам жарко. А ведь каждый ребенок должен получить одинаковую порцию волшебства, давайте так это назовем. Поэтому, ну, приходится, что, переламывать себя. Ну, вот, кстати, вот бывает как, вот все, устал, все, я не могу, я хочу спать, меня отрубает. А вот заходишь к ребенку, и все, и как будто бы вот этого вот не бывало. Не знаю, вот какая-то, может, подпитка, все-таки энергия идет. Ну, а теперь самое такое вот... Яркое. Яркое, самое такое, что пытается, мне кажется, любой помощник Деда Мороза оттянуть напоследок, это надевание бороды. Самое жаркое, самое колкое, самое-самое. Борода тоже, я смотрю, она такая качественная. Ну, да, с усами. И самое, что... Можно я ее потрогаю? Да, да, да. Прям как хороший парик. Можно же, наверное, и без парика обойтись, если шапку надеть или нет? Все равно волосы видны, поэтому надо... Еще такой момент, что надо смотреть, чтобы ни волосы свои не лезли, ни резинка, чтобы от бороды не была видна. Потому что дети такие ушлые, что иногда бывает и за бороды дергают, и за все, что можно подергать, они будут дергать. Надо хорошенько все закрепить. И, естественно, никто не отменял дедушкиного голоса. Вот, кстати, да. Как долго ты над ним работал? Очень долго. Очень. Всю свою сознательную жизнь. Как только начал говорить, так сразу. Мать думала, кого родила? Будущего Деда Мороза. То есть помощника. Ну, кстати, знаете, борода помогает говорить голосом Деда Мороза, потому что верхней губой приходится держать усы, и поэтому она обездвижена, и хочешь не хочешь, она так получается. Кстати, некоторые клеят усы, а некоторые клеят брови, но, мне кажется, лучше свои покрасить, а усы вот так вот у меня на проволочке. Кирилл, ну все, шапка, перчатки, и мы не забываем, конечно же, про посох, да? Да? Ничего страшного, что я его взяла в руки. Я хочу приобщиться к волшебству. Пока не замерзло, можешь. Это посох, он не покупной, он делал со своими руками, то есть, потому что если посохи посмотреть... Стоп под всем этим, признайся. Наверное, это швабра. Нет. Нет? Швабра. Просто помнишь, в детстве, когда папа хотел порадовать детей, вот своих, он надевал какой-то костюм такой, немного нелепый, и брал швабру в руки, а мама обматывала ее, как она, мишурой. Это пластиковая трубка, вот, почему пластиковая, потому что все-таки дерево имеет вес, а здесь как бы... Веса достаточно. Веса достаточно, поэтому все, что можно облегчить, мы старались облегчить, это поролон обычный. Ну ладно, не раскрывай всех секретов посоха, тем более, что я уже их раскрыла. А это волшебство. Ну что, мы едем в семью, которая ждет прихода Деда Мороза, там дети, они уже готовы рассказать тебе стихи, поделиться своими творческими навыками, ну, и ждут, конечно же, поздравлений твоих. Ждут сказку на дом? Да. Ну тогда, поехали. Мы приехали в дом, где живет семья, которую сегодня посетит Дед Мороз со Снегурочкой. Расскажите нам, какой процесс, как мы будем заходить, чтобы сделать это все правильно и красиво. Ну давай, Настя, расскажи. Ну, для начала захожу я, потому что у детей возраст может быть разный, они могут сначала испугаться Дедушку Морозу, вот. Поэтому, в принципе, была придумана роль Снегурочки, да, чтобы как-то женской своей теплотой ребенка, скажем так, подготовить ко встрече с нашим волшебником. Вот, ну и по традиции, конечно же, Снегурочка с детками зовет Дедушку Мороза, и он к нам приходит на праздник. Ну, кстати, хочу отметить, что не всегда Снегурочке есть время, и она приходит с Дедушкой Морозом. Иногда эту роль выполняют лесные зверята, да, вот ты когда-нибудь практиковал такое? С белочкой? Ну, может быть, или с смешуткой. С смешуткой? Нет, честно, вот внучки не изменяют. Ну, хорошо, давайте тогда проследуем в квартиру. Здравствуйте! 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 Где же мой юный гость? Да, так, так. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Как я к вам торопилась, чтобы вас увидеть. Снегурочка, ну что, может быть, пришло время позвать Деда Мороза? Ребята, как вы, готовы к встрече? Давайте все вместе громко позовем Деда Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Звали Дедушку? Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте! Здравствуйте, вы мои культурные! Проходите! Ну что, какой скоро у нас праздничек с вами-то намечать? Новый год! Новый год, правильно! А вы знаете, кому Дедушка Мороз приходит в гости? К детям! К детям! А каким детям? К послушным! Ну, если Дедушка Мороз к вам пришел, да с такими еще и помощниками, то по-любому вы у меня послушные детки. Веселиться будем? Да! Да! Песни петь будем? Да! Дедушку с внучкой ждали? Да! На все один ответ да! Ну, Дед Мороз просто утомляет! Это такая подвижность замечательная, на самом деле, и детям это тоже очень важно. Ребят, вот как вам такие вот игры веселые с Дедушкой Морозом? Хорошо! Нравятся, да, вам очень? Да! В лесу родилась елочка, в лесу она росла, Зимой и лето, что у нее зеленая была! Ну что, Дед Мороз, Снегурочка, давайте приступим к подаркам! А деткам каким Дедушку Мороз дарит подарочки? Хорошим! Послушным, хорошим! Вы хорошенькие? Да! А мама нам что скажет? Хорошенькие! Хорошенькие детки? Да, послушненькие! Ну вы что? Ой, Дедушка, тут сразу все видно! Тут сразу все видно! Ну тогда и подарочки от Дедушки! Ой, что там, что там в мешочке? Ну что, мой родной, с Новым Годом тебя! С Новым Счастьем! Пожалуйста, вы мои культурные, мои зайки! Напоследок Дедушка Мороз вам хочет рассказать одну такую волшебную тайну! В новогодние такие вот каникулы Дедушкин посох оживает и исполняет волшебные ваши желания! Ну только желать надо всем в сердце, мои родные! Хватайтесь за Дедушкин посох! Ой, Дедушка, а можно мне тоже? Можно, внучка? Я тоже, ладно? Можно! Найдется мне! Хватайтесь! И если Дедушкин посох растает, тогда ваши желания все сбудутся! Дедушка, а там кто? Ух ты! Чудо-то какое! Чудо-то какое! Разморозили Дедушкин посох! Видать, желания ваши сильные да добрые! Мы вас, внучка, поздравляем с Новым Годом! Желаем быть вам такими же веселыми, такими же радостными и классными детками! А вам селищ да побольше! С Новым Годом, с новым счастьем и с новой мечтой! Дедушка, мы тоже хотим тебе сказать огромное спасибо! Спасибо тебе за то чудо, которое ты даришь всем нам! И взрослым, и, конечно же, деткам! Друзья, это была программа «Мастер своего дела!» Сегодня наш герой Дед Мороз со своей прекрасной Снегурочкой! Спасибо всем, кто был с нами! С Новым Годом! Всего вам самого доброго! До новых встреч! До свидания! Друзья, верьте в сказку! С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин